В 2016 году мы с моим другом-врачом-рентгенологом эту идею начали обрабатывать, прорабатывать, и это началось как научно-исследовательская работа, то есть моя и Игоря Савина. Вот, и мы каким-то образом это все пытались сделать, какие-то обработки делали, достаточно хорошо все получилось. Потом наступила пандемия и когда во время пандемии мы решили сделать уже непосредственно продукты и начали разрабатывать, людей нанимали и уже начали внедряться в пилотном режиме. Вот тут вопрос даже не в том, чтобы какой-то там период имеет разработка модуля одного, а в том, чтобы качественно это сделать и каким образом это опыт врача, то что он умеет передать машине по сути. Машина у нас получается не замена врача, а именно инструмент помощник для врача, то есть ему проще определиться и время экономить, соответственно, он может более детально, углубленно изучать случай. И, например, такой модуль по легким, чтобы это сделать, нам понадобилось вот 2016 года, как раз все это шло до пандемии, то есть это 4 года заняло достаточно таких сложных, сложного этапа разработки. И во время пандемии мы как раз набрали тот набор данных, с помощью которого мы смогли достичь хороших показателей по точности, по специфичности. Если говорить об идеальном сценарии, тогда, конечно, это дает достаточно серьезную помощь, достаточно серьезное облегчение для врача, может, время можно экономить там до 5 раз и более, когда если одному врачу-рентгенологу для описания необходимо 20-30 минут одного исследования, чтобы посчитать, например, проценты поражения, то за счет того, что за него это делает машина, и он в дальнейшем либо соглашается, либо не соглашается, пересматривает. Это может быть там до 5-10 минут сокращено. Мы недавно подсчитали, средний возраст компании – это 29 лет, молодежь в основном. У нас 28 человек работает, из них половина – это программисты, разработчики математики. Также у нас работает достаточно большое количество врачей-рентгенологов, и, соответственно, у нас есть еще отдел развития бизнеса, который занимается продажами, распространением. Мы сейчас будем расширять различные виды исследований – это КТ, МРТ, маммографии, УЗИ и так далее, где наша программа будет работать. Очень хорошо, что разработчики учитывают все наши пожелания, то есть делаются именно для первого-второго уровня именно эта программа, чтобы нам было удобно работать. Учитывая наши пожелания, они сделали отметки световой гамме, кто описан в зеленой форме, кто не описан в красной форме, и много чего по антропометрии, то есть, не антропометрии, а по антропометрии, получается, углы, расстояния и так далее, по которым мы делаем соответствующие индексы и ставим степень. Субтитры создавал DimaTorzok